В социальных сетях разгораются споры о том, что будет построено в Магнитогорске между цирком и торгово-развлекательным комплексом «Континент». Сейчас эта территория огорожена забором, за которым ведутся предварительные работы под застройку. У многих горожан есть предположение, что в скором времени там появится магазин крупной международной компании ритейлера. В ситуации пытался разобраться Павел Берсенев. Забор, который появился за торгово-развлекательным комплексом «Континент» в начале января, сразу породил у горожан множество вопросов. Было понятно, на этом месте скоро будет стройка. Интернет запестрел сообщениями, воздвигают крупный торговый центр. Некоторые магнитогорцы возмутились, зачем отдавать под очередной объект торговли одно из любимых мест отдыха. Однако, как выяснилось, эта территория является частной собственностью, и на убранство парка у Вечного огня она никак не повлияет. Территория парка здесь не пострадает, потому что в соответствии с утвержденным генпланом города, в соответствии с утвержденным проектом планировки, эта территория уже давно планировалась для размещения объектов торговли. В частности, для хорошего, мощного торгового центра с хорошими собственниками, которые способны сделать значимую для города постройку. Так что это за значимая для города постройка? Общественность сразу предположила, место выделено под строительство магазина международной компании ритейлера, конкретно Леруа Мерлен. Она предлагает широкий ассортимент строительных материалов, а также товаров для дома и сада. Известно, что ее представители приезжали в Магнитогорск в 2018 году и делились планами открыть здесь дипермаркет. Стоит сказать, что обычно эта сеть приходит в города-миллионники, и многие считают, что открытие магазина Леруа Мерлен в Магнитогорске – событие значимое. В первую очередь, это большой ассортимент именно садового инвентаря, строительного инвентаря, что немаловажно, так как у нас очень много садоводов, большая численность, плюс того же у нас развивается малоэтажная застройка. И фактически тот ассортимент, который есть и по доступным ценам, он для нас приемлем. Улучшается конкурентная среда. А это что такое? Это и снижение цен на данный вид продукции, и соответствующее улучшение качества. Правда, многие магнитогорцы опасаются, что из-за торгового центра возникнет транспортный коллапс, и проспект Ленина на этом участке утонет в пробках. Но в управлении архитектуры и градостроительства эти страхи не разделяют. Планируется организовать заезд с улицы Грязнова, минуя перекресток Ленина-Грязнова, для того, чтобы не создавать никаких пробок, для того, чтобы сделать максимально удобным въезд и выезд в это пространство. Поэтому сейчас мы ведем работу с предпринимателями и направляем все их усилия для создания максимального удобства для горожан и для предпринимателей. Впрочем, говорить о сроках строительства пока рано, как рано и констатировать, что будет возведен именно гипермаркет Леруа Мерлен. Более того, пока даже неизвестно, как будет выглядеть будущая постройка. Никакой проектной документации, ни эскизной, ни рабочей пока не поступало в адрес управления архитектуры. И мы здесь пока еще не видим того, что там должно быть. Но как только появится, я думаю, что мы общественность об этом будем сразу же информировать и будем показывать, рассказывать. И поэтому горожане могут быть спокойны, что все будет хорошо. Будет продолжать следить за развитием событий и рассказывать горожанам свежую информацию и телекомпания ТВИН. Остается добавить, что городская власть пообещала, что держит руку на пульсе. И объект появится только в том случае, если будет соответствовать всем требованиям. Требования к эстетике данной постройки будут предъявляться самые высокие. В полном соответствии с теми требованиями, которые мы утвердили по архитектурному облику городского пространства.